Слава Богу, помолимся, Отец Небесный, благослови, пожалуйста, сейчас эти мысли, Господь, дай нам, Господь, извлечь из них научение, получай нас, Господь, прославься, Господи, молим и просим, во имя Иисуса Христа, аминь. Интересно, последнее и предпоследнее мне размышлял над этими занятиями, и хотел бы сегодня, вот первая она, вторая глава, 12 стих, 13, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, пишу вам, отцы, потому что вы познали всущего от начала, пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукаво. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Отца. И интересно, мы размышляли о том, что дети, это те дети, которые приняли Иисуса Христа, и все, кто приняли Иисуса Христа, освободившиеся от воздействия греха посредством крови Иисуса Христа, стали Его детьми. И в мире без Духа Святого сталкиваемся с грехом. Здесь, получается, дети, это все те, кто приняли. Но также дети, можно сказать о том, что дальше идут отцы и юноши. То есть здесь можно поразмышлять и Лукаво также. О семье Господь, на позапрошлом занятии мы говорили о том, что Господь создал человека из праха земного, вдунул по второй главе бытия, вдунул дыхание жизни, стал человек душою живою, поместил человека в сад, человек возделывал сад в райское место, поместил место блаженства, дал жену. И потом говорится о том, что, 24 стих, оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Институт брака. Господь создал институт брака, создал свободную воду и институт брака. Институт брака, он говорит о том, что там происходит. Чтобы было у человека покрытие, мы покрыты в Иисусе Христе. Если мы посмотрим на Ефесянам, пятая глава, там говорится... Ефесянам, пятая глава, 31 стих тоже. «Посему оставит человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплодь. Тайна из себя велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». То есть мы здесь видим, в 1 Иоанна, во 2 главе, 12-13 стихи, развитие отношений отца, отец, это те, которые зрелые, те, которые питаются в церкви твёрдой пищей. Евреям, 5 глава, говорит о том, что твёрдая пища необходима, свойственно совершенным, 14 стихи, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И вот в церкви, получается, научение идёт более зрелые, те, которые уже питаемы твёрдой пищей, те, которые познали изначального, живут в этом знании завершённой работы, утверждаются в познании характера природы Бога и потом научают юношей. Для чего научают? Для того, чтобы не быть под воздействием лукавого. Потому что лукавый, как мы тоже говорили в 3 главе, вошёл в этот мир, и что он сделал? Он яд, он травит, через слово он травит людей, он травит и приводит к тому, чтобы отходить, отходить от Господа. Но здесь говорится о том, чтобы была твёрдая пища, и твёрдая пища свойственно совершенным. И теперь, будучи твёрдой пищей, обучение происходит, а отца в семье детей воспитывают. Воспитывают как? В познании Господа. Интересно, неопытная притча 7 глава, там говорится о том, что «Сын мой, храни слово моё и заповеди моё, сокрой у себя, и укрепишься, кроме его не бойся никого. Господа бойся, храни заповеди мои и живи, и учение моё, как зрачок глаз твоих, набежи их на персты». Почему? Потому что дальше говорится о том, что «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего в площадь». Для чего? Соблазны этого мира они привлекают. Похоть привлекает. Грех, который ветхая греховная природа привлекает. И незрелые, неопытные могут пойти за тем, здесь говорится, за блудницу, за тем, что этот мир может привносить. И интересно, что не быть там, где может привести к разраду, не быть там, где можешь пойти и, например, в баре, не ходить в бар, где можно быть искушенным тем, что выпить. Не быть там, где можно быть искушён, чтобы соблазниться на что-то. Не быть в этих местах. И чтобы что? Чтобы не поддаться воздействию лукавого, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но говорится о том, что здесь в притче, что «Сын мой, храни слова мои заповедни, сокрою себя». А в Псалме 33, 12 говорится «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Начало мудрости, страх Господень. Научиться от Него, от Господа. Видите, вот как когда-то пью наше в седьмой притче, не пошёл за блудницу, не пошёл за систему этого мира, за удовлетворение своей похотью. Второзаконие, 6 глава, 4-7 стих обучает, что «Слушай, Израил, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми символами твоими, и добудут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твое, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и едя дорогу, и ложась, и вставая». Обучать детей, передавать отцы, обучать детей. «И что здесь говорится? Любовь — это исполненность Духом Святым. Римлянам 5.5. Дух Святой вселяется любовью, и любовь — это наполненность, исполненность Духа Святым. Сердце — это что такое сердце? Это сфера мышления, наша мотивация, наши правильные действия, действия от мудрости Господа исходящей. Душа, чтобы была наполнена усениями от Господа, чтобы мы наполнены были сущностью от Господа, и всеми силами твоими о физическом послушании. Физическое послушание чему? Услышанному слову, что Господь хочет сказать. «И во христе нет греха, и мы свободны, и лукавый тогда остаётся без оружия». Это было сказано на прошлом занятии. Это замечательно. Это настолько блогает, настолько это побуждает тому, чтобы воспитывать детей в том, чтобы они не были подвержены вот этому лукавому, который хочет ухватить, заманить, и ещё незрелые, питаемые молоком, вот вкладывать в них, чтобы они становились какими-то зрелыми, совершенными. И чтобы когда жить вот в этом понимании, что с грехом уже на кресте разобрался Иисус Христос, и тогда мы свободны, и тогда лукавый не может воздействовать. Аминь. Благословен, Господь. Слава Богу! Замечательное слово, пастор Сергей. Вот этот целый обзор. Мы с вами находимся и понимаем, где мы растём, где настоящая жизнь, а не придуманная человеком, мы в Слове Божьем, и тогда оно и защита, и покров, и цели указания. Замечательное слово Господу! Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе за песнопение и там Слово Твое, за вступительное Слово, там Слово Твое. Мы благодарим Тебя за удивительное место, собрание, которое прямо духовно связано, это какие расстояния, Господь, целые страны. Слава Тебе, Иисус! Мы благодарны Тебе, Господь, за эту возможность иметь общение в Тебе, где бы мы ни находились. Мы благодарим Тебя за мотивацию и использование цели, мотивации быть там, где звучит Твое назидание и где мы укрепляемся. Да, нас окружает мир, Господи, и Ты предложил мне уйти из этого мира, а идти в этом мире, церкви Те, силе Твоей, любви Твоей и провозглашать Тебя. Слава Тебе, драгоценный Бог! Благослови, Господь, это время особенным образом. Прикасайся к нам, люби нас, назидай, обучай. Благодарим Тебя за свет Евангелия. Да пребудем мы во время этого Слова посвящения в Твоем свете. Слава Тебе! Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим Аминь. Сегодня у нас с Вами шестое Слово посвящения по первому посланию Иоанна. И это вторая голова с пятнадцатого по двадцатой стихи. Давайте мы прочитаем этот отрывок и потом приступим к рассмотрению. Пятнадцатый стих и далее. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Не есть от отца, но от мира этого. и мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает в век. Поздравляю. Мы радуемся исполнения воли Божьей, пребывать в слове. 18-й дети в последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. мы открываем первое Иоанна и начинается с того, что такая радость и слава, которая пришла в этот мир, слово стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. И мы смотрели и вникали, мы слушали и воспринимали, мы прикасались и радовались, потому что, понимая, кто, каков дар, кто пришел, мы обнаруживали то, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе. «Я так люблю этот мир, этих людей, не то, что в этом мире, но этих людей, и кроме того, я знаю о них, кроме того, я знаю каждого из них лично, и знаю еще до сотворения мира, Отец, Сын, Дух Святой». Они прямо в этом проекте спасения того, кого они сотворят. Это удивительное расширение и углубление семьи божественной. И вот в это общение этот свет мы с вами приглашены. И как говорится, но проверяй, в освете ли ты или только лишь в своих словах. «Если мы говорим только, а живем не так, слушайте, а что лучше, говорить или жить?» Мы в этом мире приучились так. Говорим, но не делаем, изучаем, но не применяем. А вот он, слово жизни, жизнь, сама отзове, пришла вечная жизнь. Пришло это разумение, Бог сотворил нас не для смерти, а для жизни вечной. Кроме того, он пришел и он говорил, он вознесся на небеса, он пошел на крест ради нас, из креста он на весь мир, на все тысячелетия хрипло произносил, может быть, даже шепотом эту молитву. Отец, прости их. А люди там издеваются, и Отец, прости их. Они не знают, что они делают. и Отец отвечает, я прощаю их. И он простил нас всех. И прощая, когда мы откликаемся, он погружает нас в самое лучшее место, в этот свет. И когда мы ходим во свете, седьмой стих первой главы, то у нас удивительное общение с Богом. И это общение мы любим друг с другом. Мы общаемся друг с другом о том, что он сделал. Идет вечная Пятидесятница, и это обозначает, как вышли под воздействием Духа Святого. Первая Церковь, она обрела силу, она обрела желание и мотивацию идти и рассказывать о том, что сделал Иисус, что сделал Отец, отдавая Сына, что сделал Иисус на кресте. И наше все общение в наивысшей точке это в любви Цар. Мы общаемся друг с другом. Есть сложности на пути? Да, есть. И это послание, оно раскрывает эти сложности также. И оно захватывает нас и тем, что мы получаем личное письмо от Бога с небес. И апостол Иоанн пишет, дети мои, я пишу вам. И мы читаем. И вот уже две тысячи лет читают. И там, где писал старец Иоанн, 90-летний, вполне возможно, верующий. Я имею ввиду верующий, точно, вполне возможно, ему было 90-летний. И вот он пишет, как мы говорили в прошлый раз, я 12-й стих 2-й главы, я пишу вам, малые дети. Интересно, почему он такое слово применяет? Он уже опытный, и он смотрит, как растут эти верующие от дитя. Смотрите, какая церковь у нас. Приходят все, приводят своих детей, и пожилые, и младшие, среднего возраста, молодые люди, подростки, дети. И как церковь распространяет свои крылья духовные, чтобы каждая из этих групп и дети, и юноши, и взрослые получили пищу. Слово произносится одно, но как оно доходит, потому что Бог сотворил нас такими, что в любом возрасте мы ухватываем свое, как из мира, в который мы родились, так и от Бога в другой мир, в мир любви. И Он здесь пишет, и дети пишут, все вы детки малые. И когда вы возрастаете, вы понимаете всю связанную Библию, вы понимаете этого сущего от начала, вы понимаете, что этот сущий от начала, желает сказать все о своем Сыне и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Он переводит нас в этот чудесный мир. Сколько написано картин пасторальных, то есть пастырские, где люди общаются на зеленых пажетях. вот вот и вода течет источник жизни, овечки где-то, овечки на пажетях, а вот и музыка пасторальная, привлекающая нас к Христу, а вот и песни, положенные на эту музыку, славящие Христа. И ни одна из этих песен не имеет тьмы. Но каждая она Евангелие. И мы в этом и дети, и отцы, и молодые люди. И дети, и отцы, и молодые люди. И завершается, завершалось вчерашнее слово посвящения. Я вам написал, молодые люди, потому что вы стали сильны. Возрастая, сначала пишу, воспринимайте. Я написал, и я смотрю, и вижу, что вы сильны. Вы живете в Слове Божьем. И это слово пребывает в вас. И в послании Колоссянов говорится чудесная мысль о могуществе этого слова Евангелия. Оно распространяется. У него своя жизнь. В этом мире бушующим против это слово. И мы сопричастники этому слову. И Слово Божье пребывает в вас. И вы победили этим Словом Божьим лукавым. Сделали его безработным. В некоторых странах, где исповедание Христа запрещено, люди собираются, друг другу передают, где это собрание будет. Они приходят и поют шепота и радуются. А аплодисменты слышатся пальчика пальчика и все радуются. Можно было бы сказать, а что радоваться-то? Вот лучшего громко запеть. да весь мир громко поет. Если вслушаться в эти песни, они разрушают человека. Мир. Мы вышли из этого мира, правда? Он нас обучает, он нас скрепил, дал эту силу Духа Святого, желание, дал слово, мотивацию, призвание, и мы опять в этот мир идем, правда? Этот мир говорит нам, полюби меня, ты посмотри, вот для тебя это, вот для тебя то, ты посмотри, деньги в этом мире не делают деньги, а еще больше денег, а где ты, человек? Где ты? Евангелие от Матфея, четвертая глава, как сатане хотелось, чтобы рухнул Иисус, Он только что был объявлен Мессией в третьей главе Евангелия от Матфея, 16-17 стихи, и Отец оповестил, и Дух Святой, все триединство там, в этой удивительной точке накала, крещения Иисуса Христа, в чем его природа, его не надо было креститься из-за своих грехов и омывать их водами Иордана, его нужно было войти в эту воду грешников, в этот мир грешников, и окунуться, и выйти из этого мира, и Отец говорит, это мой Сын, возлюбленный, которым я доволен, и Дух Святой сходит на Иисуса, и вот уже Иоанн Креститель говорит, это Агнец Божий, а потом Дух, когда это произошло, Дух Святой ведет его в пустыне, в книге Исаии в 53 главе «Кто послушал нас?» задает пророк вопрос «Кому явилась сила Божья? Да не видно ее, это сила Божья, как живой росток из пустынной земли, сохшейся, спекшейся, и он растет, и те, которые в миру смотрят на него и не видят. Никакого вида, никакого величия. Да его можно схватить за одежду и привести к обрыву. С таким желанием сбросить его с обрыва Евангелия от Луки 4 только нельзя. Он проходит через своих обидчиков и опять идет в мир, и опять идет в этот мир для того, чтобы слушать, у него все богатства Вселенной, да я больше скажу, в Иисусе Христе мы имеем все эти богатства Вселенной. Еще больше скажу, но мы о них не думаем. Еще больше скажу, мы сосредоточены на Иисусе Христе. А мир говорит, полюби меня любовью Агапе. А мир говорит, да чего ты все время изучаешь одно и то же. А мы познали этот мир до того. И было много того, что нас разочаровало, сотрясло, и мы стали нищим духом. Евангелие от Матфея 5 глава. 3 стихи. А Дух Святой говорит. То есть я обнаружил, мне не нравится эта жизнь. Какая-то пустая совсем. Вроде крутишься, как белка в колесе, и это колесо в тебе. Но пустая. Ищи Духа. Мне нужен другой Дух. и Дух Святой. Евангелие от Матфея 5 глава 3 стихи. Иисус говорит. Вы счастливы, понимающие, что вы нищий Дух. Ибо мир Божий входит в вас. И вы теперь накачаны мне космосом, миром окружающим. А в вас живет Иисус Христос. И когда Святой Дух привел Иисуса Христа в эту пустыню, к нему тут же подошел, но не тут же, по-моему, в конце 40 дней подходит, на протяжении этого все время были искушения, и вот подходит дьявол и говорит, ты, наверное, есть хочешь. Точно так же он подходил к Еве в Эдемском саду. Вам, наверное, и есть нечего здесь. Бог запретил. А есть хотел Иисус. А чего же он не сошел с этого места, не отправился в ближайшее поселение? да он ел пищу духовную, пищу Слово Божье. И он так и сказал, отвечая на это предложение и призыв дьявола, да ты только если сын Божий, ты только скажи этим камням, и они станут хлебами. И он говорит и дьяволу, и нам читающим, что человек будет жить не только материальным миром, не только вот этим миром, который все время говорит, ты меня полюби, ты меня полюби, вот хочешь этим займись, вот хочешь тем займись, приходит к верующим и говорит, ты чем занимаешься? Я Библию читаю, а там мимо тебя такой мир проходит, я знаю, так и написано, мир проходит, а Бог всегда остается, мир меняется, крест никогда, мир бушует радостью, но это только сублимация, там нет истинной радости, нет защищенности, и тогда, когда Иисус говорит эти слова, человек будет жить Словом Божьим, мир не только физическим миром, но основное житье его, как здорово, уже две тысячи лет мы с вами читаем это, наслаждаемся, и мы аплодируем этому, потому что нам нравится так жить, тогда, восьмой, там, шестой, по-моему, стих, он возводит его на край храма, но чего ты туда его повел? А Иисус подчиняется как будто этой духовной злой воле, потому что ты сказал про Библию, в Библии же написано, когда ты будешь падать, не упадешь тебя, я, ангелы, ангелы подхватят, давай, вот сейчас падай, прыгай. Только там, это девяностый псалом, где ангелы понесут тебя, а потом продолжение для дьявола ужасное, он не цитирует, он говорит о сокрушении головы змея там. А вот он показывает с высокой горы Иисусу славу своих царств, а не сияет. Чем? Ну, давайте скажем так. В фантастических произведениях бывают такие тяжелые размышления автора. Вот город большой, сияющий, сверкающий, автомобили, поезда, самолеты, а людей нет. Заводы, которые воспроизводят свои заданные конструкции и структуры, а людей нет. Фильмы, которые строят, романы пишут, слушайте. И один из серий романов человеку уводят дьявольские силы в мир демонов, а мир людей представлен такой грязный, такой нехороший, отдыхаясь в демоническом мире. И фильмы ставят и так далее. Что это происходит? Да, и в этой истории, когда повел и показал славу, Иисус не видит там этой славы. Там нет людей. А вот в 18 главе, в 17 главе Евангелия от Матфея, он сходит со своими учениками на гору преображения. И они видят царство Божье. позвольте, там явились ну да, сияющий Иисус, да, это хорошо, я понимаю, с ним разговаривают или я, и Моисей. Так разговаривают же, так они уже в жизни вечной. И они разговаривают с господином, начальником жизни вечной. Вот она, вот мир славы Бога, спасения, жертва Его. И когда мы думаем так, то вот эти слова, которые написаны в 15 стихе «Не любите мира любовью Агапы, не любите того, что в мире любовью Агапы». «Кто любит любовью Агапы мир, в том нет любви Агапы Отца». Этот мир периодически заполняется, заполняется богатствами, благами различными и привлекает и рекламу везде. И все это говорит «Любите мир, любите мир». Там вы человек, там у вас есть вес. «Тот кто владеет всем этим миром, всей вселенной Иисус, пришел сюда, в этот мир ради нас. И его служение говорит пребывайте пребывайте в любви Отца, в жертве Агнца, пребывайте, живите. И когда вы живете, то вы прямо как город на холме, который своим сиянием радости и любви транслирует эту удивительную передачу с небес о том, как Отец возлюбил этих людей, которые живут в мире. Мир там суетится и говорит «Нет, обрати внимание на меня, обрати внимание на меня». Да, и мы можем откликнуться. 16 стих «Ибо все, что в мире, который окружает нас и в котором есть Бог века этого, мира этого, это Сатана». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Он этот мир созидает. Помните, какой был мир Божий, в который привел Иисус Адама, а потом и родилась Ева? Это совершенный мир любви, взаимоотношения с Богом. Все там приготовлено. Даже дерево познания добра и зла также приготовлено для того, чтобы человек, находясь в мире Бога, победил. И, глядя, что это дерево там, и ему сказано, не ешьте, и он проходит каждый день мимо этого дерева и говорит, слава тебе, отец, за то, что ты мне сказал эти слова, и я не ем, не прикасаюсь, хотя он этого не говорил. Это же большая радость. Это воля наша, которая воспитывается внутри послушания и смирения перед словом. но когда человек пал, то обнаружилось, что без Бога у него похоть плотя, похоть очей, гордость житейская, житейская биос, напыщенность, обменность, похоть плотя. Бог сотворил нас трихотомными, то есть в нас три части. Дух, духовная жизнь, душа, которая по плану Бога находится в духе. Душа наша это наша самость, это понимание, что я личность. В духе имеет общение с Богом, понимает его мысли, радуется в равновесии его мысли, эмоции, волеизъявления всегда такое, я слышу, что отец говорит, а это обозначает, что самое лучшее для меня это влюбляясь в отца, влюбляться в то, что он говорит и действовать. И тело, в котором находится и дух, и душа, и которое развивается здоровым образом, когда это все действует так. Но вот умер дух, парализован из-за падения. И душа, как рак-отшельник, находит свое укрытие в теле, не в Боге, а в теле. А у тела есть свои позывы. эти позывы без духовного воздействия, они переплескивают через рамки. В духе мы только Богом и движимы. А здесь плоть, похоть, да ею манипулирует Бог века этого. Через нее он практически сатана разговаривает с нами. Мы обнаруживаем эти позывы, мы начинаем смотреть, и этот мир через наши глаза, через наши органы чувств входит в наш ум и плоть откликается. Если слишком много этого, то государство вступает в свои права и говорит, нет, это слишком много, такого не надо делать, это нужно ограничить, нет, нет, нет. А в духе, в любви Агапы мы наслаждаемся общением с ним и тогда то отсутствует. Гордость житейская это та самая гордость без Бога, жизнь без Бога, когда у человека стремление возвысится. Это не от Отца, но от этого мира. 17 стих. А мир проходит. Да, я когда поверил, мир вроде бы тот же, а потом по мере того, как мы с вами углубляемся и вместе сообщаемся, этот мир проходит. Мир проходит, и похоть его, мы обнаруживаем, что мы меньше грешим. А давайте скажем по-другому, мы обнаруживаем, что мы возрастаем в любви Бога. Мы очарованы тем, что Бог говорит нам из этих древних страниц, из этих страниц, которые вообще вне времени. А как она проходит, похоть этот мир проходит? через то, что мы исполняем волю Божью и живем в Мену и постоянно живем в ней. Это так важно. Мир имеет свою любовь Агапы. Я жертвую собой. Приди ко мне. Но там нет любви отчей. Любовь отчая находится в нас, а мы идем в этом мире. дети в последнее время. И вот это мы уже будем об этом тогда говорить в следующий раз. И как вы слышали, придет антихрист. И теперь появилось много антихристов. Как здорово. Не здорово, что много антихристов, но давайте в завершение прочтем послание к римлянам. Пятую главу. Много антихристов. Римлянам. Пятая глава. Двадцать первый стих. Как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господа нашим. Да, мир, в котором мы живем, он увеличивается в своем отступничестве, воздействии. Но когда мы воспринимаем благодать Божью, мир, мы идем в этом мире и сталкиваются двое Христос и Антихрист. И мы продолжаем говорить, и мир проходит, и уже облагораживается это место, где мы прикасались, Христос через нас прикасался. Господи, как мы рады этому. Благословите слова, которые мы слышали, прославься Бог наш. Может быть, среди тех, кто слушает эти слова, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. О, вы приобретете сразу же невероятное, примите его, скажите в вашем сердце. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, спаси меня. Научи твоему Слову, приведи в живую церковь, люби и прощай, даруй это понимание и любить и прощать и даровать благодать. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Иисус Христос,